Добрый вечер! Оскар Дилахоя приветствует зрителей НТВ. Ночь нокаутов! И снова, друзья, лучшие бои, лучшие бойцы и лучшие нокауты! Сегодня и в последующих программах. Чарльз Брюер, которого мы с вами уже хорошо знаем. Герой Блю Горайзена, Голубого Горизонта, Орландо Канезалес, легендарный латинский боец. И начало карьеры грозного Дэвида Туа. Туа-ман, который много горя принесет американским тяжеловесам. Ну, начинаем с восьми раундового боя. Джефф Кеннеди. Это молодые боксеры. Послужина список, как видите, у Джеффа 4 победы, 3 поражения. И Билли Льюис, его противник. 16-0 у него. Ну, явно, конечно, неравные силы, судя по рекордам. 12 побед нокаутов у Льюиса. Это крузеры. Тогда этот вес был до 86 килограммов, сейчас он вырос до 90. Левша Льюис и выглядит мощнее и крупнее своего противника. Чувствуется, что это явный Кеннеди оппонент. Вот вам и доказательства. Простенькая атака, причем такая нахальная, без всякой опаски. Просто шаг вперед и удар. С задранной головой, кстати говоря. Совершенно не боялся Льюису встречу на удар. Вот и все. Может быть, эта победа и даст Льюису какие-то деньги, но вот опыта не дашь никакого. Как подкошенный валится Кеннеди. Сильный был удар. Билли Льюис, по-прежнему у него рекорд без пятнышка. Ноль поражений. Брэнт Брэннон и Джеймс Грин. Вот это очень интересный бой. Итак, Брэнт Брэнт Брэннон, Джеймс Грин. И любопытные персонажи в нем участвуют. Особенно вот этот вот. Джеймс Грин против Джеффлда Шафферда. Не надо забывать, вес боксера 76 килограммов. Скорость просто невероятная. Мощь почти как у полутяжей. Если не сильнее у некоторых. Особенно вот у Грин. И Грин, все бы у него все было хорошо, если бы он не отсидел 8 лет за ограбление в тюрьме. Моя тактика это не дать противнику дух перевести. Даже единого вздоха он не должен успеть сделать. Вот к чему я стремлюсь. Посмотрите, как действует Грин. Страшно смотреть. Физически невероятно мощный боксер. С чудовищным ударом. И все бы ничего. Да вот только подкачала его тактическая подготовка. Он попросту говоря рубака, драчун. А вот и Брэнн. Этот боксер к бою с Грином подошел, не проиграв вообще ни разу. У него, конечно, нет такого опыта, как у Грина. У него нет такой ударной мощи, как у Грина. Но бить он умеет. Так что я понимаю, что мне нужно дать немного, чтобы я надеюсь, что я надеюсь, что я не буду от этого боя сегодня. В первом раунде выигрывал пять раз из восьми. Противник Грина. А Грин выиграл пять раз из шести боев нокаутом. В общем, будет на что посмотреть. Дестераундовый бой. Весе супер-миддл. Сверхсредний. 21 победа, 7 поражений, 14 побед нокаутом у Джеймса Грина. Джеймс Грин по кличке Твердая Скала. А вот и его противник, Брайан Брэннон. Он из Трэнтона, штат Нью-Джерси. Кстати, как и его противник. Тоже из этого же штата. 12-0, 8 побед нокаутом. Брэннон. Красных трусах. Какие тут могут быть вопросы? Рефери спрашивает, есть ли вопросы. Нет вопросов. Брэннон прекрасно понимает, что будет, если встать перед противником. Хотя бы ненадолго. Да, ловко он это проделал. Брэннон, наложив левую перчатку на шею противника, загнул его к полу и ударил еще сверху. Некрасиво, но эффектно. И вот сейчас, к концу третьего раунда, мы видим, что у Грина очень серьезная проблема. Он не умеет рассчитывать дистанцию для своих атак. Бросается издалека и поэтому промахивает. Бьет он, конечно, здорово. Но еще бы попасть. Он идет вперед. Многие отстают. И стоит только противнику оторваться от него, то Грин практически теряет равновесие. Нашел таки дырку в обороне Брэннон. А именно, слишком широко развел локти Грин. Поэтому правый оберкот проскакивает свободно. Следите, что будет дальше. Грин надоело гоняться за противником. Он вызывает его на себя, вызывает на атаку. И Брэнон, похоже, почувствовал себя очень уверен. Девятый раунд. Так и не может догнать Грин противника. Который раз его ловит на этом встречном движении, нерасчетливом. И вот, финал. Мы с вами не успели разглядеть, как это было. Нам сейчас покажут с нул. Это была очень эффектная победа. Тяжелый нокаут. Вот, смотрите, как это было. Это был тот самый правый оберкот. Сначала все подумали, что это был повторный левый крюк. Ничего подобного. Он не успел даже достать Брэнон. До цели. Посылал его до горки и промазал. Но первого удара хватило. Минута 47 секунд последнего раунда. Последнего десятого. Вот когда закончился бой. И это была действительно очень эффектная победа. Нам обещают бой Томас Харпер и Роберт Стром. Прямо скажем, звезд с неба не хватает, эти двои. Но тем не менее. Орландо Канезалес. Дэни Апунтер. Город Белокси, штат Миссисипи. Орландо Канезалес. Легендарный боец. Который шесть с половиной лет не проигрывал. Орландо Канезалес. Ни одного бой не проиграл. Да. Шестнадцать раз он защищал свой титул чемпиона мира. Веси Бентом. Пока не проиграл Сергею Рейесу. Замечательный был боец. Хороший, интересный во всех отношениях, но как только дело доходило до решения судей в последнее время, как-то не складывалось, когда он потерял свой титул. Знаете, я хочу показать всем, что я все еще могу боксировать. Первый раз, наверное, после такого долгого правления, Орландо Канезалес выходит в качестве претендента на титул. Я хочу вернуть мой титул, говорит он. И для меня каждый бой очень важен. Каждый бой. Вне зависимости, титульный это или нет. У нас сейчас, разумеется, говорит Канезалес, приходится доказывать, что у меня все те же способности, которые и были. И, конечно, я должен выглядеть более впечатляюще, чем прежний бой. Мене Апонте, его противник, очень опасный противник, очень серьезный, самое главное, амбициозный. Вот, если этот парень будет стоять против меня, и я выброшу трех-четырехударную комбинацию, посмотрите, что с ним будет. Я все это умею делать. Боксировать, джеб, правая рука, но комбинации моего он не выдержит. Дэнни Апонте. 14-0 у него. Пять нокаутом. Апонте претендент на титул, так же, как и Орландо Канезалес. А вот и рекорд Орландо. Он на 5 сантиметров пониже, постарше. 40 побед у него, 29 нокаутом. Представляете? Два поражения всего. Он из Лоредо, штат Техас. И снова подсчитывает места этого боксера по разным версиям. Второй, четвертый. Для Канезалеса это все не имело ни малейшего значения. Для него важно было быть либо первым, либо никаким. К этому бою Орландо Канезалес уже в легенду превратился. Друзья, господи, вы получили свои предупреждения. Я хочу, чтобы вы получили мои команды в любом случае. Протягивайте себя в любом случае. Почти, пожалуйста, Камал Покси. Мы смотрим этот бой с пятого раунда. Посмотрим, как у Дани Апонте получится то, что он задумал. Пока что не получается. Заметили? Вот он и стоит, Канезалес, перед ним. Где же эти многоударные комбинации Апонте? Пока что ни единой нет. Опытный Канезалес не дает головы поднять противник, попросту говоря. Седьмой раунд. Канезалес умел все в ринге. Умел и боксировать, умел рубиться, умел выбирать нужную дистанцию, умел играть на смене дистанции. В общем, он был настоящий чемпион. Видели? Вот эта комбинация, которая обещала его противник. Пошли на односторонний характер бой принимает к этому раунду. Апонте уже ничего не может предпринять. Это вес до 55 килограмм. Канезалес не торопясь преследует оппонента и наносит раздящий удар в область печени слева. Коротко и жестко. Не хочет. Не хочет продолжать бой Апонте. Да и правильно. Шансов не малейших. Все-таки чемпион есть чемпион. Очень выразительный повтор. И насколько четко и неторопливо сработал экс-чемпион мира. Просто великолепно. Замечательная техника у этого боксера была. Вот так Орландо вернул себе титул чемпиона. Орландо Канезалес. Да, молодец. Орландо Канезалес. Дэвид Туа на ваших экранах. Молодой, начинающий Дэвид Туа. Вообще-то никому не удавалось переиграть в гляделки Дэвида Туа. Его каменное лицо. И его совершенно фантастический левый крюк. Вообще левый у него очень тяжелый. Просто чугунный кулак. Кулак в красных трусах. Это его второй или третий бой, по-моему, на профессиональном ринге. После того, как он пришел из любителей. И очень много любительского еще в его повадке. Ну, поразительно. Это был джеб. Просто элементарный, простой левой прямой в голову. Представляете? Это снести такую махину вот одним движением, легким движением левой руки. Это, конечно, только Туа мог. Напоминаю, это супер-тяжесть. Вот так вышел Дэвид Туа. Публика была просто ошарашенной. Никто ведь ее не знал тогда еще. Откуда ни возьмись, вылетали эти удары. Просто никто не мог себе представить, что без напряжения можно нанести такой сильный удар. Чем это было сделано, заметили? На отходе. Минута шесть секунд первый раунд. Дэвид Туа. Туаман. Подождите. Он еще устроит разгром на профессиональном ринге. И снова нам обещают бой Харпер Строу. Ну а сейчас Чарльз Брюер против Карла Салевана. Чарльз Брюер из Филадельфии. Первые четырнадцать профессиональных боев закончились просто разгромом противника. Потом Брюер проиграл. Причем проиграл несправедливо. Один бой. Вы знаете, после этого поражения я понял, что ничего нельзя оставлять в руках судей. Потому что когда за вас кто-то решает, ничего хорошего из этого не получится. Вот этот боец, это противник Брюера, Салеван, Карл Салеван. Знаете, я прекрасно понимаю, что если я проиграю сегодня этот бой Брюеру, то меня отбросят в статус оппонента. Знаете, ведь есть претендента, есть оппонента. Я не хочу быть оппонентом. Но если он хочет войны, будет война. Хочет боксировать, значит будет бокс. Это так говорит Чарльз Брюер. Из последних восьми побед, семь, он одержал нокаутом. Чарльз Брюер. Посредние весы. Хорошая скорость, сильный удар. Все, что нужно. Последний бой Салеван проиграл Дэну Шерри техническим нокаутом. Так что, конечно, для него этот бой решает все в его карьере. И снова этот зал Брюер Горайзен забит под завязку. Это легендарный зал. С незапамятных времен там идут бои. Келодельфия это вообще боксерский город. Там знаменитый клуб Кронк. Оттуда вышли десятки чемпионов. И зал вообще-то небольшой и душный. Не очень удобный. Но тем не менее, вот любят любители бокса Филадельфии этот зал. Смотрим бой с первого раунда. Брюер выше Ростен. Он в черных трусах. С красной полосой. И действует в своем стиле. Стиль этот заключается в том, что Брюер, который умеет здорово боксировать с дальней дистанции, как правило, не разрывает эту дистанцию. А после своей атаки издаль идет на противника. Клинчует или переводит бой в средний. Но тут сил еще полно и хочется продолжить. Никак не могут разогнать этих двоих. Особенно не существует Брюер. Второй раунд. Видите как? Действует очень осмысленно и очень опасно Брюер. Длинный, жесткий удар. Шаг вперед на вал. Потом резкий отскок с левым крюком. В общем, боксер, этот Брюер, недаром, считался одним из лидеров в этой весовой категории. Шестой раунд. Сильным качеством Брюера можно было отнести еще то, что он, в общем-то, не давал передышки противнику. Он всегда был в отличной форме, очень вынослив и очень напоросил. Вот выпрашивает Салливан. Выпросил. Это позорство до добра не доводит. Где там рефери? Многие уже задают себе вопрос. Не пора ли вмешиваться? Как по мешку поработает Брюер. Из засады действует Салливан. Это мало ему помогает. Что-то там с перчаткой, понятное дело, в углу. Салливана никто не спешит. Замечательный способ. Легальный способ перевести дух. Поможет ли это? Публика возмущена. Не нужно выходить из себя, потому что все равно их любимец Брюер использует эту паузу. Опять-таки, с большим преимуществом для себя. Пушечные удары у Брюера. Просто настолько хлестко и точно, как вы видите, действует Брюер. И пауза не помогла противно. Что-то там личное видно. Что-то какая-то кошка пробежала между этими двумя бойцами. Даже после боя Брюер не может успокоиться. Да, чувствуется, что Брюер в этом бою действовал с большой личной заинтересованностью. Да, хороший был боксер. Чарльз Брюер, победитель, которого поднимает побежденных. Зла не держит. И это здорово. Ну, а сейчас на подходе бой, который надолго запомнили. Давно это было уже достаточно, когда легендарный Джо Фрейзер в очередной раз вывел на ринг своего сына, Джуниора Фрейзера. Брэд Саммерс, его противник. Начинаем бой с первого раунда. Это, кстати говоря, вес до 63,5 килограмм. Стиль у юного Фрейзера такой же, как у его папочки. Сплошной напор. А мы помним, кто такой Джо Фрейзер. Фрейзер. Фрейзер автор, вернее, соавтор потрясающего боя, который вошел в историю мирового бокса, как Трила и Манила, когда он и Мухаммед Али чуть не убили друг друга. Это был ужасный, кровавый бой. Джо Фрейзер, чемпион мира, победитель самого Мухаммеда Али в свое время. Пока что его сын, как видите, справляется с поставленной задачей. Но здесь вопрос в том, что, конечно же, несмотря на то, что боев у Саммерса гораздо больше, чем у юного Фрейзера, без всякого сомнения, явный фаворит здесь был Фрейзер-младший. И вопрос не в том, как быстро разделается с Саммерсом Фрейзер, а как он это сделает. И вот тут-то нашла коса на камень. Так же, как в свое время его отец, Фрейзер-младший оперирует в основном короткими крюками. Он крепко сбитый, мощный, прорывается все время на эту среднюю дистанцию и навязывает рубку. Пока что достаточно примитивный. Казалось бы, совсем сломал Саммерса. Не тут-то было. Публика тогда, извините за жаргонное выражение, просто стояла на ушах от восторга этого боя. Конец раунда. Ну и видно, насколько энергичнее действует юный Фрейзер. Да. Какой был бой. Потрясающий бой. И что? Я думаю, все-таки кто-то в углу Саммерса должен набраться смелости и прекратить это побоище. Восьмой раунд. Нам не видно отсюда, но к восьмому раунду младший Фрейзер был весь в ссадинах и в крови. Многие тогда описывали этот бой вот таким образом, как самый кровавый, который они видели. Нокдаун. Нокдаун. Да и правильно. Нет, сил уже нету. Все правильно. Посмотрите. Вот смелый человек. Секундант Саммерса. Именно он просто вылез, вышел на ринг и остановил это побоище. Пожалуй, наверное, в карьере младшего Фрейзера это был самый тяжелый бой. Победа техническим нокаутом Джо Фрейзер-младший.